Выносливость очень важная составляющая в любом спорте, а особенно в единоборствах и ММА в частности. Сегодня мы посмотрим на бойцов, которые полностью сдохли в клетке и сами падали без ударов, а не нужно было пропускать пробежки и дни физо. Техника удара, онлайн курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Привет, с вами проект Мой Тай Си Кей и я Варченко Виталий. Первый бой, на который мы посмотрим, произошел между Кимбо Слайсом и Дада 5000. Эти два бойца показали худшее кардио в истории ММА. Они доказали, что если ты опускаешься низко, то противник может еще ниже. Этот мега бой произошел на турнире Беллатор в 2016 году. У него была громкая афиша. Два непобедимых уличных бойца должны были померяться с силами в клетке. В принципе, так и получилось. Только мы увидели уличных бойцов вне уровня Беллатор, а уровня рюмочной на каком-то базаре. Оба уличника полностью выдохлись уже через минуту боя. Их удары стали похожи на пощечины. Они постоянно клинчевали и падали в партер, где просто лежали друг на друге. Рефери шесть раз поднимал их с канваса и заставлял продолжать бой. Оба бойца прошли полноценные тренировочные лагеря. Но что они там делали, остается загадкой. Громкие заявления Дады 5000, что Кимбо увидит в клетке недосягаемый уровень мастерства и бой продлиться не больше одного раунда, подтвердились. Такого мастерства в ММА еще не видели. А бой действительно продлился всего одну минуту. Потом это уже боем назвать никто не мог. В итоге Дады 5000 упал в самый невероятный нокаут в истории ММА, потому что никто таки не понял, от какого удара он упал. События после боя были еще интереснее. У Кимбо обнаружили в крови запрещенные вещества. Правда, это всех шокировало не потому, что это были стероиды, а как можно на стероидах сдохнуть через минуту боя. Получается, что без них он и до клетки бы не дошел. А Дада после боя был госпитализирован, и его откачивала уйма медиков под капельницами. Как бы там ни было, наш уличник пережил этот бой. Но отдышаться он не может до сих пор. Следующий бой состоялся на UFC 109 в 2010 году. Между роли Грейси младшим и Джо Белтроном. Это был громкий бой с предысторией, так как роли Грейси младшей стал первым из семьи Грейси, кто принял участие в UFC после своего знаменитого предка еще в далеком UFC 4. Семья Грейси знаменита на весь мир, поэтому представлять ее имя очень большая честь, которую возложили на роли. Грейси прошел полноценный тренировочный лагерь перед боем, в то время как Белтрон узнал о боях всего за неделю. Роли Грейси полностью доминировал в ринге, где-то первую минуту. А под конец первого раунда и удары стали похожи на пощечины обиженной жены, а проходы в ноги с трудом дотягивали до уровня новичка на третий день тренировки. Наконец-то первый раунд закончился, и можно было отдохнуть, но это не очень помогло Грейси. На второй раунд он вышел таким же уставшим, очень тяжело выбрасывал руки и лениво лез в ноги. Семья Грейси не принимала участия в UFC более 16 лет, и, наверное, лучше бы так и осталось, чем то, что показал роли. Бой закончился техническим нокаутом от добиваний на второй минуте второго раунда. Пока Грейси приходил в себя, UFC уже разорвала с ним контракт и убрала из промоушена. Переходим к бою Трэвиса Лютера против Рича Франклина на UFC 83. В каждом бою Лютера складывается впечатление, что он не делает кардио вообще. Трэвис Лютер принимал участие в ультимат-шоу UFC, пробившись таким образом в профике, и у него даже был бой с Андерсоном Сильвой, в котором он полностью выдохся в первом раунде и проиграл во втором треугольником. После этого боя Трэвис пообещал всем, что поднимет свою кардио на новый уровень и в следующем бою порвет любого. Этим любым оказался Рич Франклин на UFC 83. Лютер очень агрессивно начал бой, перевел Франклина в партер и попытался сделать болевой на локоть, что ему почти удалось, но Рич выкрутился и встал в стойку. А вот Трэвис уже поднимался тяжело. Кое-как достояв до конца раунда, он с огромным удовольствием сел на стул, но, к сожалению для него, это была последняя приятная вещь в этом бою. На второй раунд Трэвис уже вышел тяжело, а после первой попытки перевода в партер полностью выдохся. В свою очередь Франклин бил по нему как по мешку, который просто еле стоит и периодически валится в ноги. Не делает проход, а просто валится. Рефери сжалился над Лютером и в середине раунда остановил это издевательство. Сразу же после боя UFC разорвало контракт с Трэвисом Лютером. После этого он провел еще два боя в других промоушенах и оба проиграл. Ну а теперь посмотрим на бой монстров, а именно на Шейна Карвина против Брока Лесснера на UFC 116. Шейн вышел против чемпиона Брока, чтобы заявить свои права на чемпионский пояс в супертяжах. Благодаря своим прошлым боям, Карвин был известен как нокаутер, который проводит в ринге не больше одного раунда. В начале боя Шейн обрушил на Брока град ударов и пару раз хорошо попал. Затем перевел в партер и попытался добить. Но стойкость, характер и стероиды позволили Лесснеру все это перетерпеть. И Шейн Карвин впервые в своей карьере дождался гонка об окончании первого раунда. У всех был один вопрос, хватит ли ему физухи? Не хватило. Во втором раунде Шейн ни разу не попал по Броку, который в свою очередь как бык, просто завалил Карвина и провел удушающий на второй минуте второго раунда. Шейн Карвин всегда говорил, что у него классная мышца и бешеная сила, над которой он постоянно работает. И она ему не раз помогала. Но если она не сработала в первом раунде, жди беды. Конечно, все единоборства требуют огромной физической выносливости и специальной подготовки. Поэтому смеяться или обвинять бойцов из слабости довольно глупо. Но мы можем извлечь урок из этих боев. А бойцы, которые выходят в клетку или ринг, посмотрев на такие поединки, должны уделять особое внимание физподготовке на тренировках. А не колупаться в носу, когда тренер отвернулся. А такие есть, поверь мне. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик, делись видео с друзьями и напиши в комментах, что ты думаешь про физо этих ребят. А если ты хочешь поднять свое физо или освоить ударную технику муай-тай, или самооборону на улице, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках!